МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чите тайным голосованием выбрали руководителя администрации города. Потоп унес урожай, но принес карасе и жители улет. Одними из первых пострадали от проливных дождей. Под угрозой дачные кооперативы в Читинском районе обеспокоенные жители села опасаются прихода большой воды. Об этих и других темах расскажем более подробно прямо сейчас в эфире новости РТК Забайкале и в студии Марина Пожидаева. Здравствуйте! Восемь месяцев мы ждали этого и дождались. Сегодня Читана в неочередном заседании городской думы наконец обрела руководителя. Им стала заместитель председателя правительства края Инна Щеглова. О том, как это было, расскажет Екатерина Пешкова. Соответственно, по результатам конкурса в думу городского округа представляются кандидатуры. Пальшина Вячеслава Анатольевича, набравшего 25,1 балла. Тамбовцева Вячеслава Сергеевича, набравшего 24,9 балла. И Щеглову Инну Сергеевну, набравшую 29,2 балла. Начальник молодежного центра «Искра», бывший депутат и заместитель председателя правительства края сегодня схлестнулись в настоящем поединке за кресло руководителя города Читы. Из шести претендентов до финала дошли трое, сумев набрать по результатам конкурса не менее 23 баллов. Сегодня все они обратились со вступительным словом к депутатам Гордумы, в котором отметили приоритетные направления планируемой деятельности. По моему мнению, в нашем городе, особенно в спальных районах, появилось слишком большое количество питейных заведений, которые в том числе расположены в живых домах. Я считаю, что с этой проблемой стоит познакомиться и поработать. Если говорить о том, что бы хотелось в городе, какие бы видел я реализации программ, то это, конечно же, в первую очередь благоустройство города. Под этим подразумевается, наверное, многое. Это и вопрос мусора, вывоз мусора, вопрос организации свалок, вопрос озеленения, вопрос дорог. Это, конечно, транспортная доступность и возможность уехать из любого уголка нашего города до нужного места. Здесь, конечно, вопрос с тем, каким образом у нас работает транспортная система. Это первое. Второе – это вариант благоустройства и необходимости, конечно, отделения. Ну и третье – я, в первую очередь, конечно, хотела погрузиться в то, что, по большому счету, ну и все вы знаете, я касалась только лишь в качестве руководителя, это жилищно-коммунальная сфера. С претендентами ознакомились, побеседовали, и вот он момент тайного голосования. Своим выбором депутаты делятся неохотно, даже по секрету. Голосование тайное, я точно не скажу за кого. Для меня было, наверное, приоритетным услышать от кандидатов, как они работают в команде. Ну, я, я этого не услышала, все говорили только я. Но находятся и такие, кому стесняться некого и нечего. Говорят открыто. Я думал, что Щегова, она четко ответила на все вопросы, речи у нее поставленные. Говорит, что знает город, и знает она город, проблему города знает. И вот он, момент истины. Кажется, что каждый из трех кандидатов ждет, затаив дыхание. При подшете действительной вылетения установлены следующие результаты голосования. Пальшин, один голос. Тамбовцев, один голос. Щеглова, 18 голосов. За. Вот так. От зампреда до руководителя города. Но сама Инна Щеглова шагом назад такое назначение не считает. Депутаты же в своем единстве, кажется, даже не сомневались. Конечно, Инна Сергеевна превосходила других кандидатов с точки зрения того опыта работы во власти, в региональной власти, которая, ну, на самом деле, необходима. Но при этом надо, опять-таки, честно говорить, что всех компетенций у нее сегодня нет. Но это человек, который, на самом деле, быстро учится. Научим, уверен Евгений Ярилов. Но официально к деятельности в новой должности Инна Щеглова приступит в лучшем случае к концу июля. Для начала нужно завершить все дела на старом месте. Екатерина Пешкова, Антон Носов, РТК Забайкалье. Сезон паводков только начался. Деревни и села в Забайкале, да и Чита уже начали тонуть. Жителей у лед водная стихия потрепала первыми. Накануне из-за сильного ливня ключ близ села вышел из берегов и пробил себе дорогу к домам. О том, какой ущерб был причинен жителям, какие плюсы они нашли под водой и удалось ли стабилизировать ситуацию, расскажет Григорий Анипер. Сутки напролет жителей у лед топило после прошедшего ливня. Поповский ключ вблизи села набрал объем из-за переполненного озера, из которого он вытекает. Пробил насыпь, отделяющий его от села, и отправился поливать огороды и подполья у ледовцев. С утра начали принимать разные меры, но дело в том, что техники своей мало, пришлось вызывать различную технику, подключать и лесхоз, и гидрометстрой, различные организации. Кое-как к вечеру собрали технику, потому что своей техники нет, и в этом вся проблема. Но сейчас начали работу по обводу, так сказать, отводу этой воды. Пока экскаватор и дюжина человек пытались всячески преградить путь воды в село, местные жители, до чьих домов вода не дошла, нашли себе дело по душе. Ловко и умело орудовали голыми руками под водой. Земля буквально уходит из-под ног, потому что течение все еще сильное, а местные за моей спиной, кто с очками, кто тазиками, ловят карасей, которые выплыли из Улётовского озера, которое тоже разлилось из-за сильных дождей. Улов за сутки получился весомый. Некоторые жители выловили по 10 килограммов. Говорят, рыба сама плыла в руки. Вот столько карасей успели собрать местные жители. Пока одни подсчитывали улов, другие считали убытки. Уплыли и огороды с овощами и заготовки в подполье. Две близкие к эпицентру потопа улицы затопило напрочь. Вода не успела зайти, разве что в дома. Огород утонул. Полностью сильно утонул? Сильно, весь картошка вся утонул. Вся подтопленная картошка, у нас просто речка утром текла, речка прямо в улицу вытекала через картошку, через огород, через теплицу проходила, подполье полное, уже до верха дошло. Ближе к ночи потоп удалось остановить. Главную артерию, которая текла на участке, к людям перекрыли. Теперь жителям потопленных улиц остается ждать, пока вода либо уйдет сама, либо ее откачают. И надеяться, что сильных дождей в ближайшее время, пока чистят русло ручья, не будет. Не, ну воду-то однозначно, если кто-то, так скажем, напишет заявление, пожалуется, воду, конечно, будет откачиваться. Но пока, главное-то сейчас задача отвезти, чтобы она туда не поступала, а потом уже будет вода откачиваться. Местные жители рассказывают, что проблема с выходом ключа за пределы ежегодная, однако кардинальных мер по ее решению никто не принимает. Поэтому и остается, кому считать убыль от потопа, а кому пойманных карасей. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. Ливни и подъем уровня воды в реках региона 5 июля осложнили жизнь и забайкальцам из Нерчинско-Заводского, Олегзаводского, Колганского районов. Водный поток реки Гурухай разрушил мост, через который проезжали люди в направлении Читы. Как нам сообщили местные жители, около 15 поселков оказались в заложниках ситуации. Убираться до Читы нам приходится по этой дороге только, потому что если ехать через Приоргунск, это во-первых дороже нам обходится. И дорога до Приоргунска у нас очень плохая, я вам там отправляла видео. И вот так как этот мост теперь, его смыло, его нет обращения к Осипову, чтобы он помог, отремонтировали нам этот мост, потому что нам больше никак не добраться до Читы. Реконструировался этот мост в 2022 году. Дорогу сделали в 2022 или в 2021 году. За последние двое суток в регионе выпало до 60% месячной нормы осадков. Это привело к подъему уровня воды в реках. Первыми удар циклона ощутили на себе жители Читинского района. Отчет о бесчинствах водной стихии в сюжете Эльшада Сафарова. Пока обстановка в Чите спокойная, под угрозой подтоплений оказались дачные кооперативы Читинского района. На этих кадрах обеспокоены и жители Шишкино остров. Сила воды, по словам очевидцев, ужасна. Жители опасаются, что из-за плохой погоды проезд к единственной переправе обвалится, как и сам мост, если уровень воды поднимется еще выше. Вот с такой силой бежит вода под мост. Но сейчас уже два пролета задействованы, так как вода очень большая. Вот она вытекает, вот такая большая речка сейчас на данный момент вытекает в два пролета. Еще больше опасений вызывает не сама Читинка, а береговая насыпь. Дамба возведена два года назад, но беспокойство жителей кооператива никуда не пропало. Дамба, в принципе, пока еще смотрится неплохо, но вот это место очень печальное. Здесь был, видимо, глава администрации, они здесь стояли вместе с подрядчиком на этом месте. И они говорят, что им дамбу не дал доделать вот этот товарищ, который здесь живет. Есть такие люди, которые не хотят отдавать свои территории. Но я думаю, что печальный опыт прошлого года, напряженное состояние текущего года все-таки позволят изменения в создании произвести, чтобы такие решения принять. И после этого эти места будут осмечены, и будем выходить на краевую администрацию с ходатайством о финансировании их восстановления. А в селе Александровка дела обстоят не лучше. Уже несколько дней жители справляются с последствиями сильных дождей своими силами. Дорога превратилась в непроходимое препятствие. Вода уже затопила четыре участка. Стоит во дворах и норовит вот-вот выйти из подполья. В домах уже нечем дышать из-за сырости. На сегодняшний день обещали приехать восстановить водосточные канавы. Но, как видите, ни одного человека из представителей власти нет. Ничего не делается. Дожди идут. Уровень воды уже не уменьшается. Циклон продолжает делать свою мокрую работу в Забайкалье. Под удар непогоды попали сразу несколько районов. Так, например, в Александрово-Заводском более ста участков на 12 улицах оказались во власти водной стихии. С 5 июля на территории муниципалитета введен режим ЧС. Потоплены 10 домов. Эвакуирован 21 человек. Среди них дети и инвалиды. На 159-м километре размыт участок дороги оригинального назначения с общением Нерчин-Шанактуй. Имеются альтернативные пути объезда. В настоящее время ведутся работы по отводу воды. Всего для ликвидации последствий привлечены 32 человека, 13 единиц техники. Из них от МЧС России 11 человек, 3 единицы техники. По данным Краевого Минстроя, проезда нет в Борзинском, Болейском и Александрово-Заводском районах. На четырех участках проезд уже обеспечен и ведутся работы по ликвидации размывов. Ситуация находится под контролем регионального МЧС и лично губернатора Края Александра Осипова. Эльша Цафаров, Павел Карпов, РТК Забайкалье. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Секреты попадания точно в цель в Агинском стартовал чемпионат России по стрельбе из лука. Вода. Испытание для сильных. Укротить стихию. Цель достойная настоящих первооткрывателей. Дальний Восток делает сильнее тех, кто готов встретиться с ним. Почувствуй, на что способен. Семья в РТК ждет. Примя участие в конкурсе и выиграй 3 миллиона рублей. Подробности на путешественникдв.рф Проливные дожди в очередной раз доставили немало проблем и нашему городу. Пешеходам и автолюбителям еще вчера приходилось буквально вплавь преодолевать улицы. Можно ли решить проблему с озерами, образовавшимися на дорогах, обсудим сегодня с исполняющим обязанностью руководителя администрации городского округа город Чита Андреем Гринишиным. А также поговорим о самых обсуждаемых сегодня итогах тайного голосования на пост нового руководителя администрации. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Улица Народная и Остров – две проблемные точки, которые каждый год практически уходят под воду после обильных осадков. Какие работы там проводились подрядчикам? Ну, если улица Народная брать, то в рамках тех работ по строительству дорожной сети, там предусмотрен ливний коллектор, предусмотрена станция по откачке воды. Эти все мероприятия, они позволили нам в определенной степени снять напряжение. И в те периоды, когда, опять же, норма осадков не превышает допустимых норм, там, в принципе, все работает, все справляется. Там нет таких явлений. По острову там ситуация у нас тоже. Ну, в частности, допустим, если мы берем Лозо, там причина простая. Там, безусловно, есть мероприятия. Есть водосборные емкости на 200 кубов. И при нормальном объеме осадков они, в принципе, справляются. То есть они собирают воду, нет переполнения. Ну и, соответственно, той лужи, которая там в данном случае она была, сейчас у нас там тоже проводятся работы, буквально со вторника с 8 утра до 3 ночи производились откачки, но осадки продолжались. Ну и по сегодняшний день это тоже производится. То есть здесь проблема в том, что там нет какого-то сбрасывающего коллектора, есть накопительные емкости, которые в результате обильных осадков перевыполняются. Ну и, соответственно, те технические средства, которые мы применяем, ну не всегда успевают откачать этот большой объем воды при тех условиях, что она постоянно туда стекает и накапливается. Не можем вас не спросить, сегодня депутаты определились с новым сетименеджером. Разделяете ли вы их решение? Да, я разделяю решение полностью. Я поддерживаю эту кандидатуру. То есть Сина Сергеевна, мы, в принципе, знакомы не первый год. Да, безусловно, мы, может быть, не, скажем так, в своей деятельности не так плотно работали, хотя она возглавляет несколько там комиссий, которые мы также участвуем как муниципалитет, тоже проводим работу по неформальной занятости, это по, соответственно, оплате труда по проблемным вопросам, оплату труда мы также участвуем. Да, мы по этим направлениям сталкивались. Кроме того, когда я работал еще в Министерстве финансов, мы неоднократно там выезжали в районы края в составе правительственной делегации, там, скажем так, визитов и посещений муниципалитетов. Поэтому я знаю ее давно, как бы руководитель она опытный, ну, я так думаю, достойный, женщина грамотная. Я думаю, должно все, по-моему, получиться. Расскажите, почему вы свою кандидатуру не выдвинули на этот пост? Ну, было определенное напряжение в этой работе, ну, которое мне, как бы, не дало возможности, скажем так, принять решение, чтобы подать. Ну, тем не менее, когда я узнал, что там Инна Сергеевна, другие там шесть кандидатов, другие там люди подали заявление, ну, я понял, что, в принципе, город без руководителя не останется, но мы со своей стороны будем всячески помогать этому руководителю, как горожане, надеюсь. Ну, и пока работаем в администрации, тоже будем делать все, чтобы, ну, нам, читинцам, было лучше. Благодарю за беседу. Я напомню, тему последствий проливных дождей для города, а также выборы нового руководителя администрации Читы мы обсудили сегодня с Андреем Гринишиным. Полную версию интервью смотрите в нашем эфире на YouTube-канале и в социальных сетях. Продолжаем выпуск. Бюст Герой России Эдуарда Нарполова, погибшего во время спецоперации от снайперской пули, пополнил сегодня «Аллею героев» в поселке Агинское. Старший лейтенант Эдуард Нарполов родился в селе Цаган-Челутай в семье военнослужащего. В своей военной карьере начал готовиться еще в школе. Он профессионально занимался армейским рукопашным боем, кикбоксингом и военным троеборьем, добившись в каждой дисциплине звания кандидата в мастера спорта. В 2018 году с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Участие в спецоперации принимал с первых ее дней, вначале возглавив разведывательную группу, а затем в должности командира роты спецназначения. Помимо звезды Героя России и медали Жукова, Эдуард Нарполов был награжден медалями за отвагу и трижды был представлен к Ордену Мужества. Особое мужество потребовалось сегодня его отцу, чтобы выступить с речью на торжественной церемонии открытия. За свою короткую офицерскую жизнь Эдуард совершил много подвигов. Он девять месяцев был на передовой, решая важнейшие задачи во имя Отечества, во имя мирного неба в нашей стране. Для каждого родителя самое страшное, что может быть в жизни – это гибель ребенка. Эдуард погиб в самом развете сил. Чемпионат России по стрельбе из лука стартовал в Агинском. Впервые за полвека настолько масштабное мероприятие по этому виду спорта проводят на Забайкальской земле. Наш корреспондент Екатерина Бокшеева побывала на месте, узнала секреты профессиональных спортсменов и о том, какой была стрельба из лука 50 лет назад. Чемпионат России по стрельбе из лука – поистине уникальное событие для всего Забайкальского края. К тому же после санкционных ограничений мы можем снова принимать иностранных гостей. Интересно, что каждый спортсмен по-разному готовит себя к соревнованиям. Но цель у всех одна – забрать свое заветное золото. Вот лично у меня есть талисманчик. Вот он как раз шлюстит. Это котик. Мне его дарила мама. Я такая, вот, поглажу ему кузик. Я такая, вот, мы справимся. И все, иду довольно уже спокойно стрелять. Расскажи, подесь какими-нибудь своими секретами, как получается попадать прямо в цель? Просто уверенно работать надо и все. Все, что надо – это быстрый выстрел, чтобы и стрела летела прямо. Ровно 50 лет назад на этом месте уже проходил такой чемпионат. Заслуженный тренер России по стрельбе из лука Татьяна Максименко тогда была в числе участников. Тогда был только классический лук. Тогда не было блочного лука еще. Там такое для нас как бы необычное было, что на этих соревнованиях тогда рекламировали советские невянские луки и в программу включили, чтобы один из команды стрелял из этого невянского лука. Сейчас на соревнованиях используют только луки иностранного производства. Они изготовлены из карбона и углепластика, что делает их намного легче и удобнее. По словам Татьяны, площадка чемпионата тоже претерпела изменения. Вместо нового резинового покрытия и искусственной травы тут были песок и обычные заросли. Неизменным осталось лишь одно – случаев в дисквалификациях до сих пор почти нет. Такого не бывает практически. В последнее время, уже несколько лет, маленькие дети могут позволить себе по неопытности, по незнанию правил и так далее. А так, в целом, это непозволительно для высокого уровня спортсменов, мастеров спорта. И действительно, все спортсмены тут – настоящие профессионалы своего дела, которым никакие погодные условия не помешают выстрелить точно в цель. Сегодня представлены дисциплины у нас классический лук мужчины-женщины, блочный лук мужчины-женщины. Выступают все сильнейшие спортсмены России, в том числе призеры Олимпиады в Токио, Рио-де-Жанейро. Стар чемпионату официально дан. Он продлится до 8 июля, а это значит, что уже совсем скоро вся страна узнает имена новых призеров. Екатерина Бакшеева, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Подписывайтесь на нас в Телеграм и других социальных сетях. По вопросам размещения рекламы на нашем канале звоните 914 478 66 92 или пишите в мессенджеры также по этому номеру. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова